Ну вот, кстати, о бюджете. Была информация, и была она еще в конце августа, о том, что рекордный оборонный бюджет в 2024 году будет иметь больше 113 миллиардов злот. И почти половина денег, которые планируются выделить на оборону, они пойдут на приобретение новой техники и на разработку собственных образцов. В частности, танки «Абрамс» приобретут на средства из спецфонда. Ну, собственно говоря, этой статье ничего не угрожает? Я думаю, что нет. Думаю, нет, потому что независимо. На самом деле говорим про невероятные. То, что в бюджете написано, это незначительная часть тех денег, которые на самом деле выделены, которые не отражаются в бюджете, потому что это в долг. Но масштаб покупок на уровне 50 миллиардов долларов, если взять, то покупки – это часть необходимая. Ну, скажем, как минимум половина того, что надо вложить, чтобы это оружие могло быть применено. Это значит, что будут решения после выбора связаны с дальнейшим укреплением обороны Польши. Это будет вопрос системы, в которой все будут снова обязаны служить в армии, проходить в военную подготовку. Может быть, это будет касаться также женщин. Все эти моменты связаны с геополитическими рисками, потому что ситуация такая, в которой, если бы застрялся конфликт между Соединеными Штатами и Китаем, да? Тогда вероятность того, что Соединенные Штаты выйдут из Европы и нам надо выживать независимо от того, что Соединенные Штаты в Европе или нет. Надо создавать систему, в которой атака на Польшу будет невыгодная и невозможная. То, что может отличить, например, ту Калицию, которая сейчас правит с любым новым правительством, это может быть отношение, скажем, в Груселию, Европейскому Союзу. Но надо учитывать, что там нету сильного стремления укреплять оборону. В принципе, очень медленно идёт. Стара Европа ведёт себя так, как будто не боялась расистов. Вот Польша здесь на рубеже, вообще в другом положении. И чтобы не стать предметом игры и сохранять голос и субъектность, просто нужна сильная армия. Я в этом уберу дело. 15 августа, день войска польского, был. И вот этот парад масштабный, который был по центру Варшавы, он как раз подтвердил планы укрепления армии, наращивания армии, о которых говорил министр обороны. Ну, в частности, в Министерстве обороны Польши заявляли о том, что армия польская в ближайшее время будет самой большой. Что с какой-то армией в Европе до 300 тысяч солдат она будет насчитывать. Вот, собственно говоря, это то, к чему сейчас идёт Польша, правильно? Да, это стратегия. Конечно, сложно, потому что армия – это не только условные железки, это люди, это их подготовка, это система осознания поля. Короче, чтобы мы видели, что происходит, да, на 200, на 300 километров, это система разведки, это просто вся система безопасности, которую надо создать в новых условиях, которые появляются, потому что мир, в котором живем, он сейчас очень действительно chaотичный. Риски глобальной войны растут, все это видят и просто ситуация, в которой придет момент и спытание, чтобы не остаться просто нищим, да, чтобы сохранять subъектность, сохранять возможность реагировать на угрозы. Поэтому самые сложные решения касающейся обороны будут приняты, я думаю, после выборов, после выборов, потому что есть разговор о том, что будет надо вернуться в систему, что все идут в армию, да, проходят комиссию, служат 2-3 года готовятся, и это касается будет также по всей вероятности женщин. То есть это по образцу израильской армии? Да, абсолютно. Это не только израильская, но и финская. И просто таким образом, чтобы, если придет момент, можно было поставить 300-500 тысяч батаружей, чтобы просто избежать ситуации, в которой нужны будут перемещения армии, потому что война в Украине показала, что перемещение, маневр, да, очень опасный, чтобы это все было расположено. Это смена доктрины. Потому что так как Буча показала, что доктрина основана на разрешении на агрессию, а потом, чтобы отбивать территорию, да, это называется реакцией, наказание, панишмент, да, она не применима, потому что если расисты, например, заходят, тогда могут просто убить или уничтожить население за очень короткое время. Поэтому сейчас доктрина не допустить вторжения и реагировать даже первым, если будут угрозы этого типа. Насколько как инструмент и как своего рода оружие сейчас Беларусь и Россия против Польши может использовать нелегальных мигрантов? Ведь, наверное, не случайно, да, в референдуме, который проводится 15 октября, стоит вопрос допуска нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки, да. И вот на днях президент Польши Дуда сказал о том, что Польша ввела в эксплуатацию пограничную электронную систему свержения на границе с Россией и что эта система защитит от возможного притока нелегальных мигрантов или контрабанда. Связано ли это все с ситуацией на Ближнем Востоке и связано ли это все с тем, что, ну, вот как такой своего рода инструмент, как оружие против Польши Россия и Беларусь могут использовать именно мигрантов? Ну, это уже доказано в прошлом, что такое оружие испытывалось. В итоге возникла стена, сейчас она, оборудование растет, но несмотря на все это, оказывается, что эта стена недостаточно блокирует физический переход мигрантов на польскую сторону. Ну, в результате эти люди попадают на запад Европы. В принципе, такая ситуация, с одной стороны, я бы сказал так, что есть стена, не смотря на то, люди, да, мигранты каким-то образом умудряются перебираться на запад Европы. Это значит риск для системы Шенга, потому что во многих местах будут восстановлены заграничные контроли. Это один момент. Второй момент это скандал, который произошел, когда оказалось, что польские дипломатические представители, я бы сказал, не в значительной степени, но нарушали процедуры. Это на сегодня оценивается в несколько сотых вариантов, но то, что процедуры были сломаны и на польских визах мигранты могли попадать в Европу, это серьезный удар по репутации Польши и по системе управления этой важнейшей политикой. Кстати, это касается не только Польши, но также Украины, гарантирую вам, просто многие моменты показывают, что коррумтированные чиновники украинские в системе выдачи виз делают то, что само я, я об этом говорил год тому назад, и это в будущем, то, что может быть проблемой для выезда и перемещения людей из Украины, потому что на это обращаю внимание. В целом, в целом, третий момент, то, что в референдуме такой вопрос, это для того, чтобы, как будто, потому что никто не хочет в нелегальных мигрантах, согласны? Это не вопрос для референдума. Это вопрос, чтобы человек, который принимает участие в референдуме, подумал, вот какая хорошая наша власть, она нас спрашивает о том, что мы соглашаемся и что она именно делает. Вот на самом деле это политический пиар, потому что ответ на этот вопрос ничего на самом деле не дает. Не является основой для предприятия никаких других решений, кроме тех, которые уже были предприниматы. Вот поэтому вопрос мигрантов, конечно, появляется в политике полской, так, как появлялся раньше, как появляется в политике многих других стран и будет появляться в ближайшие выборы практически во всех странах Европы. Думаю, что здесь, если не будет найти какое-то общее решение на уровне Евросоюза, на уровне стран, которые в Шенгенда, отдельные страны, которые не согласны с тем, чтобы люди из вне могли разрушать экологию жизни в данной стране, будут предпринимать все собственные решения. Вот так. Ну, тогда уже не могу вас спросить еще о трех пунктах этого референдума, один из которых касается продажи госимущества иностранцев, второй – повышение пенсионного возраста, ну и строительство вот этой стены польской, белорусской. Это вот какой характер имеет? Тоже определенный пиар в некоторых моментах или где-то действительно мнение граждан будет учитано? Это все, на все эти вопросы, если бы посмотреть на разницу в польской, в польском политикуме – нет. Просто это вопросы и референдум организованы совместно с выборами, чтобы, с одной стороны, увеличить количество людей, которые придут на выборы, чтобы они проголосовали на коалицию, которая руководит сейчас. Вот так можно это сказать. Это видно было также во время, во время, во время дебат, которые организовала публично и телевидение, где вопросы были длиннее ответа, а в вопросах была нарисована линя политики правительства. Более менее, все это ставит вопрос, насколько заравные шансы и так далее, но я бы сказал, что уровень дискуссии политической в Польше настолько глубокий, что люди это понимают и не обращают на это внимания. В таком-то плане можно сказать, что люди живут в двух отдельных основных коридорах, которых светом, в котором являются два разных телевидения. Эти люди редко общаются с собой, понимая, что доказать друг другу, что это невозможно. Лидеры этих коридоров заинтересованы, чтобы никто в эти коридоры не вмешивался, поэтому любые совместно действуют против тех, которые бы хотели разбетанировать эту систему. Вот и, ну, в конечном итоге, такое мое убеждение, одни вторые являются патриотами Польши, любят Польшу и честно хотят добра Польши, просто отличаются методами, да, и стилистика, и того, как это должно происходить. Петр, благодарю вас за детальный анализ ситуации в Польше. Это было очень важно и очень познавательно для наших зрителей. Рады, что нашли время и возможность присоединиться к нашему стриму. И всегда вас рады видеть на канале сейчас. До новых встреч. Дякую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин